Добрый вечер на телеканале Ника ТВ. Время итогового выпуска новостей. С вами Антон Липовский. И сначала по традиции коротко о некоторых темах. Рост инфляции, долг мотивации, резервный рубль. Президент с оптимизмом смотрит на экономическое будущее страны. Миллиард в асфальт, шлагбаум во двор. Проблемы и перспективы дорог региональной столицы. Сегодня они учат и учатся сами. Педагоги принимают поздравления и делятся бесценным опытом. Теперь об этих и других новостях более подробно. Налоговая нагрузка на бизнес усиленно не будет. А компании, которые пострадали от санкций, смогут рассчитывать на поддержку. Свой взгляд на приоритет российской и региональной экономики в современных условиях сегодня на форуме «Россия зовет» изложил Владимир Путин. Глава государства заявил, что не планируется вводить какие-либо валютные или иные ограничения по движению капитала. Россия намерена активно переходить на национальную валюту при внешнеэкономических расчетах с Китаем и другими партнерами. В то же время будет активизировано сотрудничество и с зарубежными инвестфондами и банками. Но и что же касается самих санкций, то, как и днем ранее, калужский губернатор, глава государства отметил. Они дают отечественным предприятиям стимул для более интенсивного развития. Санкции дурь, конечно, полная со стороны тех правительств, которые ограничивают свой бизнес, мешают ему работать, понижают их конкурентоспособность, освобождают ниши на таком перспективном рынке, как российский, для их конкурентов. Мы к этому относимся спокойно. Жалко только, что нарушаются фундаментальные принципы ВТО, мировой экономики, рыночной экономики, конкуренции. Подрывается доверие к международным финансовым институтам, доверие к резервным валютам, к доллару и к евро. Это наносит долгосрочный, невидимый, на первый взгляд, ущерб для всей мировой экономики. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что мы этот период преодолеем. Привилегии не только отечественным, но и иностранным инвесторам. Им будет проще получить российское гражданство, правда, не всем. Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому упрощенный порядок получения гражданства распространяется на занимающихся всеми видами экономической деятельности, кроме торговли, ремонта, машин, рекламы, права, бухучета, содержания гостиниц и предприятий общепита, операций с недвижимостью, трудоустройства, подбора персонала. Исключения обусловлены тем, что в России достаточно развиты эти сегменты экономики. Упрощенный порядок получения российского гражданства отличается от общего порядка тем, что в первом случае гражданину другой страны не обязательно жить в России в течение пяти лет перед тем, как обратиться с заявлением в миграционную службу. Ну а Калуга тем временем продолжает работать с инвесторами и привлекать новых. Калужская делегация во главе с губернатором находится с рабочей поездкой в Швеции. С руководством компании «Вольво» обсудили перспективы сотрудничества. И запланированы также переговоры с компанией «Парт Констракшн», которая построит отель в индустриальном парке Ворсена. Привлечение инвесторов и развитие производств просто невозможно без хорошей дорожной сети. Это понимают и в Износковском районе. Пока же здесь не могут похвастаться обилием предприятий, но шаги к изменению ситуации делают активные. В этом году здесь реконструировали и построили почти 7 километров трасс. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была почти в 10 раз меньше. Дорожные достижения отдельного взятого района в репортаже Сергея Коробкова. Еще весной здесь была разбита колея и низина после каждого дождя, превращавшаяся в небольшое озеро. Улица Октябрьская в Износках никак не производила впечатления одной из центральных. Теперь аккуратная дорога и обустроенный дренаж превратили ее в гордость поселка, на который собираются посмотреть все соседи. Была тут всегда грязь, тут низина, собиралась вода. А сейчас, посмотрите, ребята на роликах, на велосипедах, в соседние улицы все приезжают. Посмотреть, позавидовать? Покататься. Понятно, что хорошие дороги не просто часть красивого пейзажа. Это необходимые условия на пути к развитию. Сегодня каждый день практически мы встречаемся с людьми, которые хотят заниматься производством. Важно, что сейчас хотели очень много людей заняться сельским хозяйством. И строительство фермы, роботофермы и так далее. И, конечно, здесь тоже будет нужно думать о той дороге, которая пойдет к этой ферме. Сейчас в районе предприятий немного. Одна из причин – отсутствие до недавнего времени дорог к некоторым населенным пунктам. Даже грунтовых. С этого года деревни Ивановская и Чилищево связала хорошая гравийная трехкилометровка. А прежде этот путь был под силу не всякому трактору. Ранее здесь была дорога такова, что находясь с этого места, и примерно 300 метров по этому полю, это все была дорога. Поехали можно было только на тракторе, а иногда только на бульдозере. Еще одна похожая ситуация – дорога до деревни Павлищево и мост через реку Шане. Вернее, то, что раньше здесь считали мостом, скорее можно назвать переправой, причем временной. В сильные дожди или в паводок она скрывалась под водой, и деревня оказывалась отрезанной от остального мира. И здесь оставляли машину около моста, сумки, два километра, своим, в общем, как говорится. Ну, то есть, когда паводок, как на лодках переправал? Нет. Там вот такая вот плита была, вот за руки брались, и вот так вот голова кружится, шли. Куда течет, да? Да, не то слово. Короче, не уехать, не приехать было. Новый мост способен выдержать любую стихию. Работа по строительству закончена на 90%, да и подъездную дорогу отремонтируют. Так что скоро связь Павлищева со страной станет максимально устойчивой. Когда мост будет запущен, там любой паводок он выйдет? Конечно. Здесь он по высоте, ну, с большим запасом. То есть, если даже сильный паводок будет, то он не помешает перебраться на ту сторону. Поселок Мятлево тоже может похвастать теперь новой дорогой. Да еще и с покрытием из ЧМА. Улица Интернациональная, отныне местный автобан. Дорожники сработали не только быстро, но и качественно. Мы выезжали с лаборатории нашей, брали отбор кернов, проверили на уплотнение данной смеси, щебеночного массичного асфальтобетона. Значит, все в допусках, в нормах, с хорошим показателем. По сравнению с 2013-м, в этом году объемы дорожного строительства в Износковском районе выросли в несколько раз. В планах на 2015-й темпов не снижать и даже наращивать. Местные жители очень надеются, что по новым дорогам к ним придут новые инвесторы. И район станет еще одним промышленным центром области. Ровно отремонтированные дороги областному центру важны не меньше. Около миллиарда в этом году закатали в асфальт. За счет средств, выделенных в Калуге, областным дорожным фондом отремонтировали 37 улиц областного центра. Еще на пяти, на Горный, Прохладный, Взлетный, Отбойный и Войково, работы будут завершены до конца года. Еще порядка 70 дорог и тротуаров привели в порядок за счет уже городских средств. Менялись и дворы. Вид из окна теперь радует жителей почти 100 многоэтажек. Итоги летнего благоустройства на заседании Городской думы назвали масштабными. Обсудили и еще одно новшество – платную парковку в центре города. Она заработала с 15 сентября и уже принесла бюджету почти 40 тысяч рублей. Но в то же время обозначила и новую проблему. Те, кто не желает платить за парковку, ставят свои машины во дворах. Чтобы не пускать чужаков, жителям советуют ставить шлагбаумы. И напоминают, что сделать это можно только проведя межевание дворовой территории. Для того, чтобы установить шлагбаум, запрещающий въезд на территорию многоквартирного дома, необходимо, чтобы у собственников помещения в многоквартирном доме возникло право общедалевой собственности на земельный участок под этим домом. Тогда в силу жилищного кодекса Российской Федерации у собственников помещения в этом доме возникает право распорядиться этим земельным участком. И по решению, принятому на общем собрании, можно ввести ограничения в пользование им. То есть установить ограждения, шлагбаумы и иные устройства, которые запрещают въезд на территорию, которая является уже их общедалевой собственностью. Оформление земельных участков в общедалевую собственность осуществляет управление строительства и земельных отношений города Калуги. Специалисты уточняют, что сама муниципальная услуга бесплатная. А вот работу кадастрового инженера, которая понадобится при оформлении, жильцам придется оплатить. Это около 15-20 тысяч рублей. Предприятий больше, и Галокия не хуже. Инновационная технология позволяет свести загрязнение окружающей среды к минимуму. Несколько крупных промышленных предприятий области отчитались о том, как они обеспечивают экологическую безопасность населения. Олеся Утятникова все увидела своими глазами. Этот современный газотурбинный агрегат не только заменяет три устаревших поршневых, но еще и выбросы вредных веществ благодаря ему значительно сократились. Оксидов азота в 2,5 раза, метана почти в 1,5. Калужское управление подземного хранения газа, которое обеспечивает топливом весь регион, в прошлом году признали лучшим экологически ответственным предприятием области. Очень большие деньги вкладываются в экспертизу. То есть привлекаются специалисты независимые, которые проводят экспертизу трубопроводов, скважин и дают свое экспертное заключение, сколько еще это оборудование безопасно может прослужить. На это тратится, я вам даже открою секрет, многие миллионы рублей. И за счет этой экспертизы мы либо продлеваем срок эксплуатации опасных объектов, если требуется, мы производим его капитальный ремонт, либо полную замену. Реконструкция очистных сооружений – такой шаг навстречу экологической безопасности делает фармацевтическое предприятие в Обнинске. На заводе, выпускающем до 50 миллионов упаковок таблеток в год, знают цену здоровья и человека, и окружающей среды. Качество сточных вод в норме осталось наладить четкую периодичность их сдачи в утилизацию. Запланированы работы по изменению технологии, для того, чтобы можно было эту замену производить чаще, чтобы не происходить процесс застой воды. Ну и также запланирована замена фильтров в отсекционных фильтрах. Также засыпка будет заменена, потому что, несмотря на то, что поглощают количество веществ, но так или иначе происходит периодическое взрыхление этих фильтров, но тем не менее, все равно ресурсы их требуют замены, поэтому нужно заблаговременно выполнить эти работы, и они запланированы как раз на этот год. Фильтры очистки металлургического завода в технопарке Ворсино улавливают более 99% атмосферных выбросов. Показатель намного выше среднего. Несмотря на переработку металла, предприятие делает все возможное, чтобы по ветру пошло как можно меньше выбросов. Не более двух килограммов на тонну выплавляемой стали. Все сырье проходит входной контроль. Весь металлолом, поступающий, проходит радиационный контроль. На всех стадиях технологического цикла также осуществляется радиационный контроль. То есть от выплавки стали, получения шлака, шлак проверяется, пыль газоочистки, готовая продукция. То есть здесь сбоя быть никакого не должно. Каждый из этих заводов – обладатель наград за работу по сохранению окружающей среды. В профильном министерстве отметили, несмотря на промышленный бум, калужанам не стоит бороться за глоток чистого воздуха. Калужская область, по сведениям, которые ежегодно публикуются в докладе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, остается одним из самых чистых регионов Центрального федерального округа. И это, естественно, накладывает на нас то обязательство, что мы должны сохранить эти позиции и ни в коем случае не допустить ухудшения ситуации с экологией в регионе. Олеся Утятникова, Никита Богадов, телекомпания НИКО-ТВ, Калуга, Боровский район. Вопрос об отмене программы материнского капитала на повестке российского правительства не стоит. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы Кабмина Наталья Тимакова. Она также отметила, что премьер считает нецелесообразным и несвоевременным предложение о возможном сокращении этой программы. Ну и вот, что думают об этом сами экономисты. Естественно, отношение у меня, как у мамы, позитивное к тому, что материнский капитал останется. Но я понимаю, почему возникло желание отобрать материнский капитал. Потому что некоторые считают возможным решить проблему инфляционного развития страны, в которую мы сегодня вступили, посредством решения как раз матерей вот этого самого капитала. Но, с другой стороны, я хочу отметить, если производство не будет расти, а только будет развиваться инфляция, то с этой точки зрения, что будут давать материнский капитал, что не будут его давать, к сожалению, просто вырастут цены, и он растворится в этих ценах. Поэтому я считаю, на первое место дискуссия о стране должна перейти в сторону проблемы номер один. как развивать экономику, а не увлекаться по-вреднему рассуждениями на монетарные темы. Инфляция, валюта, рубль и так далее. Напомним, программа мат-капитала была запущена еще в 2007 году и рассчитана на 10 лет. В этом году с учетом инфляции, за рождение второго или последующих детей можно получить 429 408 рублей. В следующем году, согласно проекту бюджета, размер материнского капитала составит уже 451 тысячу. Вторые мамы и папы отметили профессиональный праздник. Причем поздравления начали принимать педагоги не 5 октября, как полагается, а уже сегодня. Для виновников торжества подготовили сразу несколько мероприятий. Чем порадовали дорогих учителей, расскажет Андрей Ткачев. Калужский государственный университет встретил педагогов со всей области в ритме вальса. Именно с этого, главного для любой школы танца, и началось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Много приятных слов прозвучало от представителей власти. Говорили и о том, что будущее страны в первую очередь зависит от самих учителей. Так заместитель губернатора области Руслан Смоленский рассказал о том, с чем столкнулся в Крыму. На протяжении долгого времени в украинских школах преподавали другую историю. Детям рассказывали, что герои – не ветераны Великой Отечественной войны, а бендеровцы. 24 года крымский учитель, находясь на передовой борьбы за души молодежи крымской, стоял буквально насмерть. Как наши стояли под Сталинградом, так крымские учителя стояли за свою молодежь, объясняя ей, что настоящее в этом мире, а что лживое, что зло, а что добро. И, наверное, поэтому крымская молодежь ходит с российскими флагами, созидает мир на своей земле. Поздравляли педагогов не только теплыми словами и песнями, но и почетными грамотами, а также денежными наградами. За новые методики, отличную работу, вклад в духовное развитие детей подарки получили более 60 учителей. За развитие инноваций в сфере обучения наградили 5 школ. Так Калуге лучшей стала школа номер 7. Пьедестал почета с ней разделили школы из Людиновского, Кировского и Сухинического районов, а также Малоярославецкая гимназия. А вот Ольга Тютенкова на торжество не попала, хотя и была награждена еще днем ранее. Ее фотография теперь красуется на доске почета лучших педагогов и руководителей образовательных учреждений областного центра. Уроки физкультуры она ведет уже 20 лет. Говорит, что хоть времена и меняются, дети остаются все теми же детьми. Труд педагога очень сложен, поэтому в первую очередь хочется пожелать терпения, терпения и уважения к своим подопечным, чтобы дети всегда с улыбкой, с радостью шли к своему педагогу, чтобы педагог был настоящим другом, товарищем, чтобы он всегда с пониманием относился к своим обучающимся. И пусть не все ее ученики станут спортсменами, она уже научила их главному – радоваться успехам других. Очень, она очень хорошая и добрая. Она хорошо ведет уроки, мне очень нравится. Череда поздравлений и наград продолжилась на праздничном фуршете. Не упустили возможность поговорить и о результатах модернизации системы образования. Сегодня учитель не только учит, но и учится сам. Ведь в школах постоянно появляются новые технологии. Образование 10 лет назад и образование сегодня – это разные вещи. Сегодня образование подвержено изменениям, инновациям. Идут региональные, всероссийские проекты. У нас, в общем-то, система образования Калужской области внедряет новые программы в обучении, наши региональные компоненты. На сегодняшний день мы все работаем в рамках нового федерального государственного стандарта. Отличная работа должна хорошо оплачиваться. В Калужской области в одной из первых зарплата педагогов доведена до уровня средней по экономике региона. Растут и показатели. Три наших школы входят в 500 лучших по стране. Андрей Ткачев, Михаил Андросов, телекомпания НИКО-ТВ. В Международный день музыки, 70-й музыкальный сезон в Калуге, открыл народный артист России Николай Луганский. Обладатель множества премий, Луганский сотрудничал с крупнейшими симфоническими оркестрами России, Франции, Германии и Японии. Он записал немало дисков с классической музыкой, работая с иностранными музыкантами. В нашем городе он выступал лишь всего во второй раз, хотя бывал здесь часто. Для искушенного калужского слушателя музыкант подобрал особенную программу – органную пьесу Франка Бауэра, которую исполнял лишь один раз в Америке. Прозвучала также соната Шуберта, произведение Листа, опера Вагнера. Программа сложная даже для самого музыканта, но слушатель воспринял ее на ура. Честно говоря, я под впечатлением, это одна из труднейших для слушания сона Шуберта, и так внимательно слушать я, честно говоря, мне это было очень приятно. Мне кажется, что здесь и судя по всему, и какой здесь зал, рояль, как люди относятся к этому, видимо, здесь уже большая традиция замечательных концертов, поэтому я просто, честно говоря, очень доволен, что я здесь. В студии появился Александр Сорокин, это значит, что пришло время новостей спортивных. Добрый вечер, Александр, расскажи, чем на сегодняшний день радуют калужские спортсмены. Добрый вечер, Антон, новостей, как всегда, много. Наши спортсмены в этот раз отличились не только на областном уровне, но еще и на всероссийском. Обо всем подробнее уже через пару секунд. Уже завтра в Калуге пройдут матчи чемпионата России по футболу среди студенческих команд. За победу будут сражаться четыре команды, в числе которых есть еще представители Краснодарского края и Липецкой области. После своих первых матчей, которые калужане провели в Ельце, наша команда шестью очками идет на четвертой позиции в таблице. Но на своем стадионе при поддержке своих болельщиков калужские студенты намерены улучшить свои показатели. В два часа дня на стадион арена Анинки выйдут студенческие сборные нашей и Тульской областей. Я думаю, это действительно честь и для Калуги, что мы принимаем это явление. Обратите, хотел бы еще раз подчеркнуть, что одно дело – это спорт высокого уровня. Это тоже честь, почет, это возможность реализовать себя для наших спортсменов. И мы импульс для развития вида спорта, конечно же, придаем. А тем временем в Анинках подошел к концу Кубок губернатора Калужской области по конному спорту. За награды боролись 60 садников не только из Калуги, но и Московской, а также Брянской областей. В выездке победила хозяйка соревнований, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва по конному спорту Ольга Дмитриева. Ее подруга по команде Любовь Кутакова стала третьей. Серебро завоевала представительница конно-спортивного клуба «Ренессанс» из Перемышльского района Яна Заводская. В преодолении препятствий отличилась Марина Калинова из брянского КСК «Эклипс». На втором месте Алиса Щербакова из Московской области. На третьем – Калужанка Светлана Козякова. В столице Чувашии завершился Кубок России по гиревому спорту. В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменов из 41 региона страны. Наши спортсмены смогли собрать хороший урожай медалей – два золота, бронзу и два серебра. Хоккей помог им в трудные минуты. На днях Жуков приехали 10 семей из Донецка. Сейчас они живут на территории спортивного комплекса. А дети пополнили ряды школы-губерния. О любви к хоккею и спорту в нашем сюжете. Тут вообще классно. А то в Донецке бомбят. Витя Костюшко не по-детски емко объясняет, почему в Жуковской спортивной школе-губерния ему нравится больше. Хотя в родном Донецке для него когда-то были созданы великолепные европейские условия. Но хорошо не там, где многотысячные, сияющие киловаттами света арены, а там, где хорошо и спокойно тебе и твоим близким. В этом уверены семьи, которые перебрались в Калужскую область и обосновались в Жукове ради хоккейного будущего своих сыновей. Очень нравится, можно сказать, да, есть, ну, как говорится, с чем сравнить. Приняли очень хорошо. Дети занимаются, нравится детям. Вот съездили на турнир, у них очень большие впечатления и вообще. То есть пока даже дети, можно сказать, даже не задумываются, чтобы ехать домой, потому что они просто не понимают, что там льда нету. А здесь они готовы в школу ездить, хоть и в школу немножко далековато находятся, но ради льда готовы. Но условия здесь не жалуются. Дети уже пошли в общеобразовательную школу, где учатся в одном классе, да и манящие их с малолетства лед под рукой. Переселенцам из Донецка здесь помогают всем миром. Это по-русски, да и в хоккее так принято. Здесь каждый за всех и все за одного, говорит директор спортивной школы губерния Александр Ярыгин. Сейчас вот идет речь у нас о хоккейной экипировке, которую мы тоже обновим. Я думаю, что это поддержит где-то ребят, потому что надо отдать им должное. И их родители, которые не только в такое тяжелое время думали о том, как бы вообще куда-нибудь уехать, да, но они думали о том, чтобы где будет хорошо их ребенку, где он сможет это время, которое они будут находиться вне своего города, заниматься хоккеем. Это дорогого стоит? Потенциал этих ребят виден издалека. Подтвердил его и проходивший на днях турнир в Калуге. Не тренируясь три месяца, только думая о хоккее, юные спортсмены из Донецка дали бой всем без исключения командам. И в итоге заняли второе место. Мы воспользовались таким предложением, очень хорошим, в первую очередь для детей, чтобы не останавливалось их развитие в спортивном совершенствовании. Ну и вообще, детям нужно развиваться. Родители самые смелые сделали решительный шаг. Поверили мне, поверили руководству школы. Приехали сюда, устроились. Дети, самое главное, пошли в школу, занимаются своим любимым делом хоккея. Ну, живут полноценной жизнью. Будущее этих ребят сейчас выглядит куда более позитивным, чем пару месяцев назад. Бои в их жизни еще будут, но только на хоккейных площадках. И они вновь из них выйдут победителями. Думай сам, делай сам, бойся, вери, проси. Там, где рожь, голосится, выйди и голоси. И тебя услышат, и ты без слов услышишь. Каждый день мы ближе, с каждым шагом ближе. Светлана Королева, Николай Егоров, Александр Бурылкин. Телекомпания Ника ТВ, Жуков. И это все новости спорта на сегодня. Ну, у меня, собственно, это тоже все новости. Так что мы с вами на этом прощаемся. Оставайтесь на Нике и следите за развитиями событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова